Я Емеляин Максим Павлович, 01.08.2003 года рождения. Был взят плен армии Украины при пересечении русской границы. Звание Ротвойск? Звание рядовой, мотострелок. Какая часть? 488. Как давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют. Охренеть. Как там? Типа не допустить прорыва. На самом деле не так. Что-то пошло не так. Да, изначально все пошло не так. Как называется ваша позиция вообще? Креп. Креп. Какое сооружение вы на позиции? Автоматы. Пулемет. Пулемет. Пулемет? Да. ПКМ или как он? Да, ПКМ. ПКМ. Для анатометы, шмели, утес. И этот. Нактур. ПКС, миномет, блошет такой. Ну, а этот, шмель, этот, нет. Мы просили, чтобы нас увезли, когда по нам наработали. Начальство говорило, ждите, ждите. Никто так и не приехал, связи не было потом. Ты сейчас в брачке? Вещать в брачке. Как ты относишься к начальству своему? Не, негативно. Как относишься к войне в Украине? Ну, я вообще в общем к войне негативно отношусь. А к Путину не положительно? Точно. К Путину? Не знаю. Ты поддерживаешь его действия? Не, не точно не поддерживаю. Как у Паварии? Я вообще косил от армии, как-то. Я в октябре должен был идти. Пошел, из-за того, что косил в декабре. И получилось. Откуда ты? Республика Коми, город НТА. У вас была какая-то подготовка, какие-то учения, перед тем, кто вы выбрали? Нас привезли на полигон. Три дня мы в блиндажах просто жили. Потом, или на полигон, там, нас что-то показывали, там, саперы, то есть, мальвик, КБЗ, медики. Ну, ничего такого такого нет. Где полигону ходишь? Я, честно, не знаю. Нет, в Курской, где-то в Курской области. Как давно вы находитесь на позициях тут? Я с 5 апреля в Кабинокресте. Я, Колесников Данил Александрович. 08.12.2001 год, рядовой. Проходил службу в полке 4-8-8. Стояли на границе Суджа. Позиция Крест. В плен был взят войсками Украины, когда, при переходе границы. Сам откуда? С Белгородской области. Родинской район. Какое вооружение было на позициях? На позиции было у автомата у каждого. 18 человек. А, ну, там, у 2 пулемета. 16 автомата, значит. Тур был... Как Тур назовешь? Я без понятия. Гартономет, утес, и... ну, гранаты и так, и что еще. И все надо. Вы обрели мне своему начальству, чтобы кто вам стреляет? Да, мы вот эти последние 4 дня только и говорили, типа, надо нас... Вы, ну, срочники не должны выстрелять на границах. Вывозите нас нафиг. Позвонил ему, не знаю, комбат или кто там, блядь. Позвонил, говорит, нихуя, пограничники остаются, значит, и мы срочники с контрабасами остаемся, защищаем. Как позвонили комбата? Я не помню. А зовут? Фамилия? Я не помню. Да, давай сгадывай. Видел ли он? Этот, сержант же знает, старший нас, наш. Ага. 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 А, ну, или что, мужик? Я и не видел ни разу. Я к нам последние 2 месяца никто не приезжал вообще. И как относились к действиям своего руководства? Что они его сбросили? Ну, блядь, это... Кинули какую-нибудь на прополом вообще... Похуй. Забили на нас, и, типа, сдохнут так сдохнут. Поддерживаешь на слово? Еще раз, ты на слово поддерживаешь? Нейтрально отношусь. Как к Путину относишься? Как к его решению вторнуться на территорию Украины относишься? Ну... Я не думал об этом, типа, мне... Ну, конечно, хуевое начало, типа, война это всегда хуевое хуня. Всегда это плохо. Тем более, как раз война проходит у меня на Белгородской области. Блядь, столько трупов, всей херни. Движухи вот это вот... Это не поддерживается. Как вообще пошел на войну? Как пошел служить? Из-за чего? Закончил колледж, и... Пусть забрали в армию. Бородовый Алексей Иванович, 30 сентября 1980 года рождения. 17 батальон прикрытия госграницы. Ну, как ты был взят, блин, где? Что вы... То есть, пересечения классной границы Российской Федерации. Кем? Армии ВСУ. В армии Украины. Докладывали ли вы своему начальству фотосум? Ну, в обстрелах позиций было доложено командованием, командованием батальона, командованием соседей. Мероприятий и действий предпринято не было. Как относишься к их действиям, о том, что они вас бросили? Как к тому насчитать? Ну, как они на меня бросили. Они свое произведение бросили. Вы же там своих не бросаем? Ну, заметили, да, как нас не бросили. Срочников. Что делали срочники у вас на позициях? Почему они вообще находились на нуле? Ну, прикрытие госграницы.